Региональный форум северных областей прошел в Североказахстанской области. Его посвятили развитию женского предпринимательства. Подробности об этом информационном выпуске. Партнеры настроены на долгосрочное взаимодействие. Совещание по торгово-экономическому сотрудничеству северного региона и Китая состоялось в Тэньшинском районе. Детали через несколько минут. Новый проект для защиты прав детей обсудили в Генпрокуратуре. Диана Сарехова узнала, как он будет работать. Молочная продукция, мед, полезные десерты, украшения, сумки и многое другое представили североказахстанские бизнес-вомы на ярмарке. Все это производит предпринимательницы нашей области. Они приняли участие в региональном форуме северных областей. На него пригласили как опытных бизнес-вомен, так и те, кто только открывает свое дело. На онлайн-связи также предпринимательницы из Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей. Главная тема – развитие женского сельского предпринимательства. В нашей стране 42% представительниц прекрасной половины проживают в селе и часто не знают о том, какие есть возможности для запуска своего дела. С 2019 года по 2021 год 22 тысячи женщин многодетных семей получили сначала в размере 200 МРП, сейчас 400 МРП, это где-то миллион 200, они получают. И мы работаем вместе с государством, вместе с такими организациями над их кооперацией. Были государственные программы и выделялись кредиты 6, 7, 10, 14 по дому и так далее. Мы говорим, ребята, ну нельзя давать под такой процент кредит, потому что силу невозможно. Во-первых, залогового имущества нет такого. И вот все-таки достучались мы в этом году. Жера Моната, государственная программа, выдается под 2,5%. Множество возможностей есть для обучения женщин основам предпринимательства. Благодаря социальным проектам за 11 лет бесплатные тренинги прошли 60 тысяч казахстанок. Как найти свою нишу, это и по законодательству, бухгалтерия. Также сейчас мы знаем, что без онлайн продажи, СММ, мы говорим, как маркетинг правильно развивать. Вот всему этому можно обучиться на данной площадке, на бизнесе. Есть также вторая площадка, это онлайн-школа подсобного хозяйства, называется Farmer School. Ну и также в рамках социального проекта Coca-Cola Белестере мы в этом году также уже все еще продолжаем обучать женщин в формате онлайн со всего Казахстана. Те, кто прошел обучение, могут принять участие в конкурсе и получить грант от 2 до 4 тысяч долларов США на открытие или развитие своего дела. Ежегодно на это выделяется 20 грантов. За 11 лет такую финансовую поддержку получили 110 женщин. Агирим Хамзина, Шерния Сыманов, МТРК. Теоми Малюкс сотрудничает с Китайской Народной Республикой с 2016 года. Занимаются здесь сушкой, приемкой, подработкой и отгрузкой пшеницы. В этом году в Шаньси планируют поставить порядка 100 тысяч тонн пшеницы. В сентябре состоялась отправка первой партии казахстанского зерна под брендом Айдзюк из Улжар. Объем составил 1600 тонн. Посвятили ее 10-й годовщине китайско-европейского железнодорожного экспресса Чанянь. Продукция бренда отличается своим высоким качеством и экологической чистотой. Мы, конечно, заинтересованы в поставках сельхозпродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику. Есть определенная у нас помощь, которую мы оказываем по инженерной инфраструктуре. Сопровождаем этот проект и в целом рассматриваем китайские инвестиции как приоритетные. Нам повезло, что сложились у нас отношения хорошие с Китаем. И это соглашение по обратимам усилит наше взаимодействие. Думаю, что большие перспективы у нас есть реализовать продукцию. По маслам я думаю, что в перспективе десятилетней мы, наверное, сможем поставлять столько северного Казахстана, порядка 50 тысяч тонн масла. А по зерновым до миллиона тонн мы можем отправлять на рынок Китая спокойно. Тем более наш валовый сбор порядка 4-5 миллионов тонн мы собираем. И, конечно, рынок Средней Азии он ограничен. Нам интересен рынок Китая. После отправки поезда на площадке ТО Таиншамай состоялось совещание по торгово-экономическому сотрудничеству Северо-Казахстанской области и провинции Шаньси. Рустем Курманов отметил высокий потенциал региона для привлечения китайских инвесторов. Через наш регион проходит порядка 70% основного грузопотока в направлении Европа и Дальний Восток. По итогам прошлого года в регионе произвели продукции на 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Это 12% от общей доли Казахстана. Несколько лет назад в регионе создали специальную экономическую зону Кызылжар, которая дает большие возможности для привлечения инвесторов из других стран. Для промышленной кооперации с иностранными предприятиями, которые работают на экспорт, в октябре 2019 года создана специальная экономическая зона Кызылжар. Сегодня иностранный бизнес сильно заинтересован в инвестировании в регион благодаря географической близости и развитой логистике, преференциям СЭЗа, есть освобождение по налогам и таможне. Также мы помогаем бюджетными средствами на подводку инфраструктуры для этих проектов. Предлагаю вашему вниманию рассмотреть нишевые проекты по реализации в Северно-Казахстанской области таких проектов, как глубокая переработка зерна, переработка масличных культур, молочной продукции. Есть у нас определенные предложения по производству продукции животноводства, строительства рыбных ферм и тепличных комплексов. Уважаемый господин Джао Иде, в целом считаю, что потенциал сотрудничества между провинцией Шэнкси и Северно-Казахстанской областью огромен и предлагаю развивать разносторонние. Глава китайской делегации, секретарь провинциального комитета партии Шэнкси Джао Иде отметил важность укрепления двустороннего сотрудничества, которое за последние годы вышло на новый уровень. Казахстан является крупнейшим производителем сельхозпродукции и важнейшим мировым экспортером. Муку, масло, мёд и многое другое. Через специальный экспресс-поезд Китай-Европа провинция Шэнкси получает ежегодно. Такое важное сотрудничество нужно продолжать и дальше. В этот раз я прибыл специально в Северо-Казахстанскую область для того, чтобы внедрить и продолжать реализацию того консенсуса, который был достигнут между руководством наших двух стран. Провинция Шэнкси является колыбелью китайской культуры. Мы неустанно развиваем и углубляем наше сотрудничество с Казахстаном. Более 60% поезда Китай-Европа проходит именно через вашу страну. Уважаемые коллеги и друзья, мы очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Надеюсь, что договоры, которые сегодня будут подписаны, помогут нашим странам и дальше развиваться. В завершении встречи были подписаны два меморандума о сотрудничестве между региональным филиалом АО «Казахинвест» и компанией «Айдзю», а также между казахстанской дистрибьюторной компанией «Казнур Холдинг» и китайской компанией «Хиан-Они Стрейдко ЛТД». Айти-технологии для защиты прав детей. Такова тема собрания в Генпрокуратуре. На совещании обсудили причины детского травматизма, работу по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних. Рассмотрели и новые подходы использования цифровых технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям. Так Генпрокуратура представила проект «Е-превенция». Суть системы состоит в фиксации работы уполномоченных органов, путем производства фото- либо видеозаписи в приложении, где отражается геометка. Иными словами, система заставляет ходить по адресам и реально исполнять свои обязанности. Эта система обеспечит достаточный уровень взаимодействия между всеми заинтересованными органами – полицией, учреждениями образования и социальной сферой. В рамках работы с подростковой преступностью программа поможет изучить условия проживания, возможности для учебы, наличие социальных проблем. Приложение позволит отрабатывать и другие направления профилактики. По бытовому насилию отработана функция поступления сообщения о насилии сразу на планшет участкового. Чтобы участковый знал, с чем он будет иметь дело, в приложении отражается сведение о наличии оружия, судимости у правонарушителя. Данный проект сейчас опробируется в столице и Октюбинской области. Диана Сальхова, МТРК. С 5 сентября в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». За два дня на дорогах полицейские пресекли 10 нетрезвых поездок. К примеру, в районе имени Габита Мусырепова они остановили мотоцикл «Урал» без госномеров. При проверке выяснил, что управлявший им 48-летний местный житель не имеет водительского удостоверения и к тому же находится в состоянии опьянения. Согласно санкции части 6 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, он подвергнут аресту на 20 суток. Также мужчине предстоит понести ответственность по части 2 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за управление транспортным средством без номеров. С начала года в области зарегистрировано 15 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли и 23 получили ранения. Профилактическая работа проводится на постоянной основе. Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявили 733 различных нарушений, в том числе 65 фактов превышения скорости. 14 водителей не предоставили преимущества в движении людям на пешеходном переходе. Банки, обертки, пластик. Мелкого бытового мусора во дворах и на улицах города становится все меньше. Жители многоэтажных домов, как правило, добросовестно выкидывают бытовой мусор в специальные контейнеры, чего не скажешь о тех, кто переезжает или делает ремонт. Мешки со строительными отходами, массивные шкафы, диваны и кресла создают ощутимые неудобства во многих дворах. Участковые инспекторы полиции регулярно проводят профилактические рейды по предупреждению нарушений правил благоустройства. Произведенные жильцам за крупногабаритный мусор, выносящий жильцами, то есть это имущество дома, диваны, шкафы, за данный мусор ответственность несет КСК, либо ОСИ, это то, что выносят жильцы. А за полные баки, мусорные баки, за полные мусорные, несет ответственность коммунхоз, то есть ЖКХ. За такое нарушение предусмотрена статья 505, часть 1, предупреждение, либо штраф. Санкция статьи 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20-ти месячных расчетных показателей. Кроме скопления крупногабаритного мусора во дворах многоэтажек, В некоторых микрорайонах периодически образуются стихийные свалки, вызывающие оправданные жалобы горожан. Фотографии и видео на эту тему регулярно гуляют в социальных сетях. Участковые инспекторы рекомендуют жителям областного центра сообщать об этом и в полицию. С начала года стражи порядка выявили более 9,5 тысяч правонарушений. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Мы, стоматологическая клиника Beauty Den, с 2017 года воплощаем мечты наших пациентов о здоровой и безупречной улыбке в реальность. День за днем мы делаем все возможное, чтобы внедрить новейшие инновационные технологии. Оказываем полный спектр стоматологических услуг. Работаем только с качественными материалами. Наша команда врачей – это сформированная и слаженная группа профессионалов с многолетним опытом успешной практики. Отзывы наших пациентов свидетельствуют о качестве и результативности наших услуг. В Beauty Den каждый пациент – это ценность, и мы гарантируем индивидуальный подход к каждому. Наша цель – дать вам не только идеальную улыбку, но и комфортное, безболезненное и доверительное посещение стоматолога. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы решить проблему с дефицитом мест в общежитиях вузов в Казахстане, разработан механизм размещения государственного заказа. Любой индивидуальный предприниматель или вуз смогут за свой счет ввести общежитие в эксплуатацию. После на каждого студента будет размещен государственный заказ. Данный механизм работает с 2018 года. Только за три года для студентов вузов введено 99 общежитий на более чем 26 тысяч мест. В 2023 году планируют создать в эксплуатацию 32 общежития для студентов вузов на 8 тысяч мест. На сегодняшний день запущено 6 общежитий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 128 педагогов-предметников проходят курсы повышения квалификации в областном филиале Орлео. Обучение стартовало 4 сентября. Завершатся занятия 15 числа. Их проводят специалисты центра, а также приглашенные педагоги. Учитель английского языка Анастасия Попова рада, что попала на эти курсы. По ее мнению, знаний никогда не бывает много. Все, что узнает, педагог планирует применить на своих занятиях. Данные курсы состоят из нескольких модулей, в состав которых входит повышение предметной компетенции учителя английского языка, в основу которого входит именно грамматический аспект. То есть там рассматриваются наиболее сложные темы для учеников английского языка. Самой интересной частью для меня является часть, в ходе которой мы наблюдаем и анализируем именно демонстрационные уроки. То есть мои коллеги представляют какие-то части отрывки уроков, и нам предоставляется возможность анализа этих уроков. Английский язык, химия, художественный труд, история, начальная военная технологическая подготовка. На курсы пришли педагоги, которые преподают вышеперечисленные предметы в школах региона. В октябре на бате областного филиала Орлео будут проходить другие курсы, но уже не в офлайн, а в онлайн формате. В следующем месяце по поручению Министерства просвещения планируется запуск онлайн курсов по развитию компетенций педагогов для проведения профессиональной ориентации обучающихся, по развитию этнокультурных компетенций, а также по теории и практике применения методов action research, lesson study, learning study с охватом 385 человек. Контингент на каждую область определен с учетом результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся. Всего в 2023 году на базе филиала Орлео планируют провести 94 двухнедельных курса повышения квалификации для учителей школ. С их помощью обучение пройдут 2492 педагога. Дарья Башмынцева, Александр Янцен, МТРК. Диспут среди учителей казахского языка и литературы прошел в специализированной школе-интернате имени Абудус Мухамбетова. Роль государственного языка в жизни молодежи – главная тема обсуждения. Подрастающее поколение сегодня вовсе не говорит на родном языке. Проблема достаточно острая. И решить ее в первую очередь надо в семье, считает Айман Кадралином. Родители должны тоже учиться вместе с детьми изучать казахский язык. Я как учитель с большим стажем хочу сказать, что ценность языка должны понимать прежде всего родители сами. Я вижу глобально проблему и нашла пути решения. На уроках ребята элементарно не могут построить предложение, отмечает педагог. А все потому, что у них небольшой словарный запас и хромает грамматика. Чтобы исправить это, Айман Кадралин разработала специальный метод. Я сегодня пришла со своими таблицами. Я на протяжении трех лет изучала это все, ночами не спала. И вот я попыталась создать свои собственные таблицы, тренажеры создать. Как детям через игру легко, потому что дети любят играть. И при помощи игр как можно освоить падежи и таким образом строить свою грамотную речь. В диспуте принимают участие более 20 педагогов-языковедов со всей области. Их разделили на три группы – сторонники и оппоненты. Здесь они бурно рассуждают о значении языка, высказывают свое мнение и защищают его. Основная цель диспута – поднять проблему языка и заставить общество задуматься о ней. Дискуссию организовали в рамках предметной ассоциации о важности языка для нации. По завершению диспута участников наградили сертификатами. Аля Шарашимов, Александр Янсен, МТРК. Медики Североказахстанской области обсудили послания президента народу. О наиболее важных его пунктах говорили приглашенные гости. Имангалит Атваев, председатель городского совета ветеранов, и Лаура Каиржанова, директор Академии государственного управления. В сельской местности возводится более 300 объектов здравоохранения. Начато реализация проекта «Национальный фонд детям», в рамках которого уже с нового года на счет детей начнут поступать средства финансовые. Сотрудники сферы здравоохранения в первую очередь граждане Казахстана. Поэтому для них тоже важно знать, как обеспечить будущее для себя и своих детей. От их сопричастности зависит благополучие и стабильность страны. Мы с уверенностью знаем, что мы придем домой, и думаем, будет тепло. Мы всегда знаем, что придем на работу и в конце месяца получим заработную плату. Мы знаем, что нашим детям хватит места в садике или будет построена новая школа. Сфера здравоохранения испытывает дефицит кадров. Чтобы стимулировать молодых специалистов, многопрофильная областная больница выделяет от полутора до трех миллионов подъемных выплат. Также недавним выпускникам стараются предоставить жилье в доме врача или помогают с оплатой арендованной площади. Анна Богословская, Александр Янцин, МТРК Каждый житель страны имеет право получить 10 соток для строительства жилого дома. С 2022 года наших граждан избавили от бумажной волокиты. Теперь заявки можно подавать онлайн. Но правила распределения участков претерпели изменения. Теперь, чтобы участок выдали в пользование, к нему должна быть подведена базовая инфраструктура – вода и электричество. Впрочем, если центрального водоснабжения нет, но проведены электросети, землю все равно можно получить. Процедуру оформления интегрировали с единым государственным кадастром недвижимости и базой физические лица. Мы обратились к петропавловцам с вопросом о том, насколько они осведомлены о такой возможности и хотели ли бы построить дом. Вы бы хотели получить участок для строительства? Ну, именно для строительства, наверное, нет. Потому что у нас сил уже нет денег строить из-за этого. А так бы, конечно, если бы просто так получить, поймать, потом продать, денежки какие-нибудь были, что-нибудь там, кому-нибудь своим. Ну, я думаю, нет. Потому что, как бы, с нынешними зарплатами и уровнем дохода населения, в принципе, у нас вряд ли такое получится. Ну, да, если была бы такая возможность, я бы подала заявку и, конечно, бы лучше жила бы в частном доме, в своем личном, чем в квартире многоэтажки. Новые правила выдачи земельных участков вступят в силу 4 ноября 2023 года. Прежней осталась процедура получения кадастрового паспорта, который выдается по факту сдачи дома в эксплуатацию. Как и ранее, земли переходят в собственность после полного их освоения. А до этого в течение трех лет предоставляются по праву возмездного землепользования. Информацию о свободных участках и список очередей на них акиматы должны предоставлять не реже одного раза в квартал. Анна Богословская, Александр Янцин, МТРК. В столице стартовал шестой фестиваль по национальным видам спорта. В турнире, который проводится каждые четыре года, принимают участие 1300 спортсменов из 17 регионов страны. Программа включает в себя 11 видов спорта. В их числе Аудра-Аспах, Жамба-Ату, Цинге-Алу, Байге, Казахская борьба, стрельба из лука и охота с ловчими птицами. Честь Североказахстанской области защищают около 100 человек. «Имена победителей будут известны 10 сентября. По итогам фестиваля будут определены три лучших региона страны. Камила, Карим, МТРК». «Алтарский вина», «Алтарский вина»! Алтарский вина» «Убийbare вина. Североказанской области защищают единственные декабря. Камила, Камила, кава-кава» «Алтарский вина» «Алтарский вина» Субтитры создавал DimaTorzok